На сегодняшний день жители города в большей степени волнуют экономическая и политическая стабильность, рост цен, социальные гарантии, своевременная выплата пенсий и зарплат, вопросы безопасности. Но это не значит, что люди стали терпимее коррупции. Все мы понимаем, что коррупция подрывает принцип верховенства закона, нарушает общественный порядок, разрушает доверие общества. Масштабы этого негативного явления таковы, что если смотреть глубже, коррупция способствует росту организованной преступности и другим угрозам безопасности. Именно по этой причине борьба с коррупцией ведется последовательно и системно. Это программа «Прокурор в теме» и говорим сегодня о коррупции. Гость в студии прокурор Кубишевского района города Самара Евгений Александрович Тупиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорим мы сегодня о коррупции, как я уже сказала, а вернее, наверное, о противодействии коррупционным проявлениям. Скажите, пожалуйста, действительно ли проблема коррупции сегодня действительно актуальна? Ну, у нас, к сожалению, нет никаких оснований утверждать обратное, что эта проблема не актуальна. Потому что у нас ежегодно фиксируется значительное количество преступлений коррупционной направленности, фиксируется значительное количество фактов взяточничества. Кроме того, мы прекрасно с вами понимаем, что коррупция влияет существенно на нормальную продуктивную работу государственных институтов, общественных институтов. Поэтому сама по себе проблема коррупции, она, безусловно, актуальна и будет сохраняться актуальной всегда, я считаю. Евгений Александрович, ну, все-таки с этой болезнью борются различные структуры, но принято считать, что все-таки основная задача возложена на органы прокуратуры. Вот вы согласны с такой точкой зрения? Ну, вы знаете, просто в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации, на прокурора в целом возложена функция координатора правоохранительных органов по борьбе с преступными проявлениями, в том числе и с коррупционными проявлениями. Поэтому прокуратура здесь выступает прежде всего как координатор тех усилий, на которые направлены усилия всех правоохранительных органов в целом. Но есть, конечно, определенные специфические особенности, ну, в частности, прокурор, например, реализует свои права в гражданском процессе, когда речь идет об изъятии имущества чиновников, которые не указали, например, при какой-то декларационной кампании, не указали то или иное имущество, не могут объяснить происхождение этого имущества. Поэтому прокурор выступает в суде с исковыми требованиями об изъятии этого имущества. Вот такие специфические особенности есть у прокурора. Но, в целом, конечно, мы не можем говорить ни о какой борьбе с коррупцией, если в этом процессе не задействованы все, включая, в первую очередь, мы ведем речь об оперативно-розыскной деятельности, о иных правоохранительных органах, об их кадровых службах и так далее. Евгений Александрович, понятие взятка, что это такое? Ну, понятие взятка у нас предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Фактически, это передача взяткодателям, денежных средств взяткополучателю, как правило, это чиновнику, должностному лицу за совершение тех или иных действий. Ну, а если в бытовом, в жизненной, в бытовом случае, в жизненной ситуации мы столкнулись с таким понятием, ну, к примеру, требует взятку. Вот что нужно делать? Идти сразу в прокуратуру? Ну, вообще следует обращаться, конечно, в правоохранительные органы, потому что, ну, если бы речь шла о несколько лет позже сегодняшнего дня, я могу сказать о том, что люди с нежеланием шли в правоохранительные органы, сообщали о фактах взяточничества, потому что это было таким достаточно обыденным явлением, и особого желания у граждан не возникало. На сегодняшний день мы видим несколько иную ситуацию, граждане самими фактами этими возмущены, и в правоохранительные органы обращаются. Ну, я рекомендую, конечно, обращаться в правоохранительные органы, если, тем более, если взятка вымогается, обязательно надо обращаться. Ну, а всегда ли коррупция – это взятка? Нет, не всегда. Просто у нас есть ответственность за те действия, ответственность за действия, которые предусматривает у нас уголовный кодекс, то есть это, по сути, исключительно взятка та, о которой я только что сказал, и у нас есть ответственность за действия, которые предусмотрены административным законодательством. Ну, а, к примеру, какой-то, какой-нибудь чиновник при декларационной кампании, когда он указывает в декларации о доходах и расходах, ну, то или иное имущество, он не указывает часть имущества, которое ему принадлежит, совершает иные нарушения. Вопрос – это взятка или не взятка? Нет, это не взятка, но это определенное коррупционное поведение, и оно предусматривает административную ответственность. Я хочу спросить вас, все-таки уровень коррупции растет в районе, я понимаю, что вы сегодня представляете Кубышевский район, или все-таки вот наоборот падает? Есть ли какие-то, может быть, цифры, статистики? – Знаете, это очень серьезный, на самом деле, вопрос. Поэтому говорить о том, растет коррупция, не растет, я думаю, что это предполагает достаточно глубокое исследование. У нас есть определенные цифры. У нас ежегодно фиксируются случаи коррупционных преступлений, случаи взяточничества. Если за три месяца говорить, например, этого года у нас зафиксировано 17 коррупционных преступлений, в прошлом году их было 14. Поэтому эти цифры отражают степень вовлеченности правоохранительных органов в процесс противостояния взяточничеству. Вот так бы я это оценивал. Поэтому мы можем говорить, что из года в год правоохранительные органы работают в этом плане стабильно и выявляются коррупционные преступления. Ну, в этом году их несколько больше было выявлено. – Ну, в таком случае расскажите, какие проверки проводились прокуратурой Кубышевского района в 2022 году, и есть ли все-таки какие-то положительные тенденции? – Ну, прокуратура сама по себе, конечно, оперативно-розыскной деятельностью не занимается. Поэтому, если мы какие-то нарушения выявляем, которые у нас, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, прокурор направляет соответствующее постановление в следственные органы. Но значительную работу мы проводим, конечно, в районной администрации, в государственных бюджетных учреждениях. В прокуратуре района проводились проверки выявления коррупциогенных факторов при принятии нормативно-правовых актов, при проведении различных закупочных процедур и так далее. Динамика есть, выявление этих правонарушений – все это, безусловно, присутствует у нас. К сожалению, это есть. — Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, в какой все-таки профессиональной области чаще всего случаются нарушения закона, если мы сегодня говорим о коррупции? — Ну, я так скажу, что конкретно какую-то профессию я, наверное, не выделил бы. Скорее всего, мы будем говорить о том, с какими отношениями все это связано. Я скажу так, что везде, где речь идет о бюджетных деньгах, о бюджете, об использовании бюджетных средств, всегда эти сферы подвержены коррупционным рискам. Ну, речь, прежде всего, идет о процедурах, которые связаны с закупками для государственных и муниципальных нужд. Это различные субсидии, это гранты. Вот, пожалуй, в этих сферах коррупционные риски наиболее велики. Хотя профессии могут совершенно разные. Это могут быть и врачи, к сожалению, это могут быть и директора школ, различные профессии. — Ну, вот все-таки лучшее лечение заболеваний — это, как известно, его профилактика. Какие профилактические мероприятия проводит и ваш орган, в том числе, прокуратура, чтобы предотвратить коррупцию и взяточничество? — Ну, я считаю, что самая большая профилактика, конечно, — это работа, связанная с правовым просвещением. Мы такую работу проводим. Мы взаимодействуем и со средствами массовой информации, различными. И эта работа нацелена именно на профилактику коррупции. Я считаю, что эту информацию необходимо доводить как до чиновников, должностных лиц, так, соответственно, и до граждан, которые должны прекрасно понимать, что они могут и должны делать в конкретной ситуации, куда они должны обращаться, и что, соответственно, должны делать чиновники в тех или иных ситуациях. — Но все-таки, если вернуться к вашим сугубо внутренним делам, вот, например, взятки у нас сейчас больше стали брать или, наоборот, давать? И насколько они выросли, эти самые взятки? — Ну, если брать статистику, то взяток больше стали получать, чем давать. Вот. Но тут же я хочу сказать, что процент дачи взяток обычными гражданами тоже достаточно высок. То есть люди, к сожалению, продолжают давать взятки, думая, что решения тех или иных проблем, с которыми они сталкиваются, могут быть урегулированы именно таким образом. Но, к сожалению, это потом фиксируется, выявляется, и граждане просто вынуждены страдать, привлекаться к уголовной ответственности, что, безусловно, печально. Получение взяток — да, в настоящее время фиксируется больше. — Ну, вы сейчас говорите о так называемом, наверное, бытовом взяточничестве. Ну, вот, наверное, это у народа уже в крови. Как вы считаете? — Ну, вы знаете, на самом деле я так не считаю. Я полагаю, что если вообще брать историю, например, десятилетней давности, наверное, я бы сказал, что люди больше решали свои проблемы, вот, пытались, во всяком случае, решать свои проблемы вот таким образом. На сегодняшний день ситуация улучшается. Я это прежде всего связываю с тем, что в этом плане очень серьезно работает государство, потому что государство определило конкретные административные процедуры, чтобы человеку там получить какую-то справку, получить те или иные документы, паспорт, загранпаспорт. Все это определено конкретным административным регламентом. Человеку особо не нужно никуда ходить, достаточно обратиться на те или иные информационные ресурсы и получить качественную государственную услугу. Я считаю, что в этом плане население наше уже достаточно продвинутое, и совершенно не нужно бегать за чиновником и решать эти проблемы вот каким-то иным, не совсем подходящим способом. Скажите, пожалуйста, какое количество уголовных дел рассмотрено в судах, и были ли среди них вот такие громкие коррупционные дела? На сегодняшний день у нас рассматривается порядка четырех уголовных дел. Я просто не буду называть фамилии подсудимых, поскольку у нас есть все-таки презумпция невиновности, мы не будем ярлыки вешать ранее до приговора суда. Но такие дела есть, они действительно в суде, в Куйбышевском районном суде рассматриваются. Ну, пожалуй, вот так. Последнее время в публикациях все чаще стало появляться такое словосочетание конфликт интересов. Расскажите, пожалуйста, об этом понятии поподробнее, и приходилось ли вам сталкиваться с разбором таких ситуаций? Ну, что такое конфликт интересов? Конфликт интересов — это когда чиновник, когда должностное лицо, выполняя свои профессиональные, должностные обязанности, он сталкивается с конфликтом своих личных интересов и интересов государства и общества. Но на сегодняшний день, слава богу, законодательством предусмотрены цивилизованные методы решения этой проблемы. Если у какого-то чиновника возникает конфликт интересов, он обязан предпринимать меры для их предотвращения, предотвращения этого конфликта. Он должен обратиться в соответствующую комиссию по урегулированию конфликта интересов. И эта комиссия должна принять соответствующее решение. Элементарные примеры есть. Муж занимается, муж-чиновник занимается, предположим, организацией каких-то конкурсных процедур. Супруга, руководитель какого-то хозяйствующего субъекта, принимает участие в конкурсе и, более того, оказывается победителем этого конкурса. Ну, что это такое? Безусловно, это конфликт интересов. И чиновник обязан обратиться в соответствующую комиссию, чтобы эту ситуацию разрешить. Прекрасное средство, кстати, для профилактики коррупции в целом. Вот институт, вот этот институт. Скажите, пожалуйста, а с чего начинается ваша работа как прокурора в прокурорской проведке, если случай взятки доказан? Ну, если случай взятки доказан, то прокурор выносит соответствующее решение. Прокурор проводит полноценную, скажем так, проверку. В том случае, если факт, коррупционные факты действительно нашли свое подтверждение, прокурор в соответствии с действующим законодательством имеет право вынести соответствующее постановление, которое направляет в следственные органы для инициирования процедуры уголовного преследования конкретного лица. То есть вот такой механизм. Дальше что? Следственный орган рассматривает постановление, проводит свою доследственную проверку. При наличии признаков состава преступления он уже возбуждает уголовные дела, расследует уголовное дело, направляет его в суд и так далее. Ну вот все-таки схемы, которые используют коррупционеры, они, наверное, у всех примерно одинаковые? Или в последнее время появилось что-то новенькое? Ну, я скажу так, что все-таки коррупция – это не что-то очевидное, лежащее на поверхности. Это процесс достаточно скрытый, и преступники стали более осторожными, они стали более изощренными в своих способах. Ну, конечно, есть те примеры, которые являются наиболее частыми. Это принимают работы, которые фактически не выполнены, заказчик принимает такие работы. Это аффилированность чиновников при проведении каких-то аукционных процедур. Ну, в основном вот так вот. На что, прежде всего, вы ориентируете своих подчиненных в их работе вот именно по борьбе с коррупцией? Ну, на самом деле, мы выявляем разные правонарушения коррупционные. Здесь речь идет и об административных правонарушениях, и те нарушения, которые допускают чиновники при так называемой декларационной кампании. Вот сейчас все чиновники обязаны отчитаться до 30 апреля о своих доходах и расходах. Выявляем и эти нарушения. Но я еще, как руководитель, естественно, ориентирую своих работников на проведение просветительской работы, так называемой. Я уже говорил об этом. Прежде всего, работа с гражданами, чтобы они понимали, как себя вести в конкретной ситуации, что им делать, куда им обращаться. Вот давайте мы сейчас эту просветительскую работу проведем еще и в нашей программе. Я попрошу вас привести, наверное, несколько каких-то таких ярких примеров, как вести себя гражданам, если они оказались вот так в двойственной ситуации, и они понимают, что им намекают конкретно на взятку, и что делать в таких случаях. Вот, пожалуйста, попрошу вас подробнее, Евгений Александрович, пошагово, рассказать, как вести себя гражданам, ну и, конечно, куда нужно обращаться. Ну, если с вами такое действительно, не дай бог, происходит, если какой-то чиновник фактически вымогает у вас какие-то денежные средства и так далее, я рекомендую вам, вам обязательно это нужно сделать, нужно обратиться в правоохранительные органы, по месту своего жительства, в районное отделение внутренних дел. Вы можете прийти в районную прокуратуру, и обязательно ваше заявление будет принято, для того, чтобы правоохранительные органы инициировали соответствующую проверку по этому поводу. Никогда не поддавайтесь на всякого рода требования должностных лиц, незаконные требования, и, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы, и в том числе и в прокуратуру. А давайте разберемся сейчас о нескольких частных вопросах. Скажите, пожалуйста, вот стоит ли считать это нарушением закона? К примеру, вот телезрительница спрашивает, на школьном собрании к первому сентября учительница заставляет делать родителям ремонт в классе. Правозаконно ли это, и что нам делать, если мы с такой позицией не согласны? Эти требования абсолютно не соответствуют закону, потому что если какие-то средства родители и приносят в школу, то это делается исключительно в добровольном порядке, по строго определенной процедуре, которая должна быть прозрачной. В данном случае, ну, конечно, никаких родителей сами делать ремонт не обязаны, не должны. Это однозначные требования противозаконные, и вам необходимо прийти, обратиться в прокуратуру, изложить этот факт, и по этому факту будет проведена соответствующая проверка. Такие случаи действительно были, но в настоящее время их, слава богу, становится все меньше и меньше, потому что в этом плане и органы власти, и прокуратура серьезно поработали, и все, и преподаватели, директора школы прекрасно понимают, что эти требования незаконны, они стараются их из своей практики исключать. Ну вот все-таки, продолжая ситуацию, очень много слышал от знакомых, что все равно такие случаи имеют место быть, и вот некоторые родители опасаются, что в данном случае они будут выглядеть как белый ворон, если они откажутся, допустим, сдавать деньги на тот же ремонт, и будет потом предвзятое отношение учителя к ученику. Вот если это происходит, и родители понимают, что вот, да, сложилась такая ситуация, снова нужно идти в прокуратуру, либо побеседовать с директором школы, либо с классным руководителем. Действия, какие должен человек предпринимать, чтобы ситуация выглядела, с одной стороны, и законной, конечно, но с другой стороны, не навредить своему ребенку и дальнейшему образовательному процессу. Ну, здесь любые средства хороши, можно поговорить и с директором, но здесь, ну, будем говорить прямо, здесь нужно выбирать. Либо мы живем в этой ситуации, сталкиваясь с ней, либо мы это категорически отвергаем. Поэтому, что бы там ни было, обращайтесь в правоохранительные органы. Я уже сказал, что, да, действительно, были такие случаи, но я считаю, что ситуация в значительной степени переломлена на сегодняшний день. Все прекрасно понимают, что такие требования незаконно, необоснованно. В добровольном порядке, да, это возможно, но выдвигать какие-то требования, это противозаконно. И обратившись в правоохранительные органы, в прокуратуру, ну, вы просто должны понимать, что, естественно, никто не даст вашего ребенка по обиду. Это понимают и директора школы, и сами преподаватели. Поэтому, я думаю, что здесь сомневаться не надо. Еще один вопрос от телезрителей. При поступлении моего ребенка в детский сад заведующий попросил поменять окна в группе. Вот тоже не согласна, сумма достаточно большая, и сказали ей прямо об этом, что мы против, но, тем не менее, настаивает руководитель, что делать, вот подскажите. Абсолютно незаконные требования, абсолютно ничем разумным, не продиктованные. Однозначно нужно обращаться в прокуратуру. Пожалуйста, обращайтесь, будем проводить соответствующую проверку, будем меры предпринимать, включая и профилактического характера. Хорошо. И вот еще такой у меня к вам вопрос, наверное, в завершении нашей беседы, но здесь я попрошу все-таки достаточно подробно на этом вопросе остановиться. Все-таки, как я уже сказала, конечно, профилактика, профилактика, просветительская работа, а вот какие еще меры проводятся и насколько гражданские институты и общественность вовлечены сегодня в борьбу с коррупцией? Ну, еще раз, ну, повторюсь, наверное, что если уйти в историю, то, наверное, ранее общественность вообще практически в этот процесс вовлечена не была. К сожалению, граждане неохотно сообщали о фактах коррупции, хотя убежден, что они сталкивались с этими фактами. На сегодняшний день мы активно взаимодействуем с рядом общественных организаций, с различными общественными институциями, и они нам прежде всего, чтобы обезопасить себя, обезопасить граждан от фактов проявления коррупции, передают нам соответствующую информацию, часть из которой подтверждается, часть из которой не подтверждается, но тем не менее такой диалог с общественными институциями есть, и слава Богу, что он есть, и с предпринимательским сообществом, и с рядом иных организаций мы постоянно взаимодействуем. И я считаю, что это большая заслуга той работы, которая была проделана и нами, и государством в целом. Ну, а проводите ли вы личные приемы граждан, где можно узнать эту информацию, и насколько полезны такие беседы с людьми, когда они приходят реально со своими проблемами, с болью, иногда и с бедами? Безусловно, личный прием проводится, и проводится он всегда, и не только прокурорам, и всеми работниками прокуратуры. Вообще, разрешение обращений граждан, в том числе, и принятие их заявлений на личном приеме генеральным прокурорам определено как одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Поэтому обязательно нужно обращаться, обязательно нужно приходить, все обсуждаемо. Работа прокурора направлена прежде всего на то, чтобы решить проблему человека, не отписаться от него. Поэтому личный прием, пожалуйста, приходите, обращайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова